Вы задонатили и мы пришли! Доброго дня всем в эфире внеочередной 52 выпуск рубрики Best Replace на сайте goodgame.ru С вами Баннивур, аспирант и вся наша дружная команда зрителей и поклонников, или просто проходящих мимо прохожих, которые заглянули в наш проект Всем привет и по традиции, как обычно, мы чествуем наших самых щедрых меценатов, а именно Никита Антонович, собственно, внес львиную долю ресурсов и вклада в организацию вне планового выпуска, перевел 3000 рублей, пишет спасибо, спасибо тебе, Никита, выпуск практически соло тащишь ты Ну и, конечно, к тебе присоединилось еще несколько неравнодушных, которые тоже внесли свою лепту Игорь Алексеевич 500 рублей закинул за моего отца Ну что ж, за батю 500 рублей мы всегда готовы принять Долгих лет жизни и здоровья, как говорится, родителю Сикс Аксис 200 рублей на кофеек с печенькой Абнор 111 рублей, Христос воскрес во славу плетя Противоречивое высказывание, за которое могут и привлечь по определенным статьям Но 111 рублей тебя спасают Рабинович 100 рублей, таки за патч 1.30 Ну, товарищ Рабинович, таки за патч 1.30 донатят еще рано, поскольку он не введен в эксплуатацию Эти ребята в Близзардах могут все отменить к чертовой бабушке И будем удовольствоваться старым 1.29 Николай Сатай, 51 рублей Спасибо, ребята, вам большое так же Потому что если бы не вы, нас бы, собственно, не было, это точно Все, погнали, демка, вперед На повестке у нас сегодня противостояние нежити и ночного эльфа I want to be Gossu против Юшуем Юшуев, Бушуев, в общем, имена неизвестны Правда, тот факт, что у них в апсах сидит лин Как бы говорит о том, что... И во-вторых, что у них эта игра попала в знаменитый пак зонтика Нам красноречиво намекает на неординарность сей эпичной поэмы Правда, у лина 4.0 после ника не уверен, что это аутентичный лин Тот самый, ортодоксальный Игру, которого мы буквально в прошлом выпуске наблюдали Но, что бы там ни происходило, давайте смотреть Демка будет достаточно короткой, но, видимо, очень насыщенной и содержательной Турнир, скорее всего, какой-то проходит Собственно, игра к нему приурочена Поскольку, ну, скорее всего, какой-то онлайн небольшой капчик Поскольку довольно много народу сидит в апсах и активно чатится Андетт у нас слева вверху, эльф справа внизу Это еще тот самый, опять же, ортодоксальный Такой вот подлинный, настоящий Тиренас С обсерваториями внизу С лагерями наемников по центру С теми самыми крипами, к которым мы все так привыкли и прикипели за долгие годы Эльф собирался покрипиться с Бараком Андетт все это дело, естественно, разведал Агрит сейчас крипов на Древо Войны И Древо уже получает люлей Обидно, досадно Он еще одних крипов пытался сагрить, но Да, и у него получилось, кстати Да-да-да-да-да Слушайте, ну, эльфа провальное начало Его главные оплоты надежду лупцуют Правда, гуля за это сложила свою буйную голову Но если в ценой люлей Андетт сумеет развалить эльфу Барак То там можно, знаете, в принципе, и заканчивать игру Потому что приходишь гуляем и сгрызаешь эльфа на Мини Там и так как бы приходишь и сгрызаешь Но проблема в том, что хотя бы арчи подходят А так даже подкрепа никакой не будет Но Барак держится на Веспе На честном слове На добром деле Кое-как Барак отхиливают Да, не так-то он просто казался Это дуб Золотая цепь надубит он Я думаю, он заслужил И Орден на цепи За выживаемость Цирклетка укрепляет немного Демон Хантера И Андетт приходит добивать, в общем, да Но добивать уже нечего Барак, хотя Барак можно Да нет, он уже наполовину отхилился Плюс под демоном Убивает Кайлом первого Веспа Первая, нет, у Веспа нет крови Никакой, поэтому Андетт Пока пролил первую плазму Или, не знаю, волшебный поток Черт его знает Войска вступили в бой Хрень состоит Андетт крепится под носом у эльфа Естественно Уже без маны Потому что меткими монобернами Увидев первый койл Эльф Довольно быстро О, отлично Скелета задиспелил Второй левел ДХ уже получил на скелетах Но был окружен Великолепная микро Андетта ДК биты ДХ, конечно, с цирклеткой Но у ДК есть имбалансная Накидочка Поэтому никаких шансов у Демон Хантера А он его не отдаёт А, ну да, второго левела Уже отдавать не хочется, конечно И экспы будет много И воскрешать дольше И дороже Да, ну приходится отхиливаться Выкладывать цирклетку Но Вот это проблема Потому что эльф выдал все колодцы И хилиться ему сейчас негде Ну и ДК биты У ДК еще большая проблема Поскольку у него вообще Никаких хилок до Тир-2 Не предполагается Ему придется на проклятой земле Как-то Кстати, Некрополь Опа А вот это интересно Мы это уже видели Вы знаете За всю историю Бест Реплеев Мы видели уже абсолютно все И Акалит Раши И Некрополи В количестве 25 штук на мейне И все, что только Вообще может Изобрести Самое изощренное воображение И представить Да Но Зачем делается Некрополь Я помню Там вроде какая-то Магическая Бухгалтерская штука С Лимитом Некрополь стоит меньше леса Судя по всему Андет Так, во-первых Смотрите Некрополь Первое Некрополь нельзя Так легко взорвать Как Зикурат Это раз Некрополь Дает больше лимита Это 2 Ну и в-третьих Он там Что-то как-то По лесу Стоит Немножко То ли больше То ли меньше Зикурата Я в этих тонкостях Не особо разбираюсь Но примерно То на то и выходит Итак У Андеда Войска вступили в бой У Андеда 2 Некрополя Но пускай вас Это не удивляет Так поступают Иногда Уды Чтобы что-то там Сэкономить По-моему лес Ну В комментариях Поправьте меня Если я ошибаюсь Точнее Я точно не ошибаюсь Но я не знаю цифр Вот Вот когда Санчес Против меня В шоу матча Ставил Второй Алтарь Вот это была Особенная Страта А Некрополь Это Это нормально У Гули У Гулия Есть рюкзак Гулия Несет своему Предводителю Посох скелетов Гулий довольно много И Андетт сидит на тир 1 Никаких тир 2 Да Давайте по стратегиям Что вообще происходит Андетт вообще Планировал Наверное Уничтожив Барак Эльфу Каким то образом Его зарашить До смерти Гулями Лыновской стратой Да Через Через Гули раш На тир 1 Но Эльф оказался Не так то прост Во первых Пробил Андетту ДК Во вторых Не так Быстро Потерял АОФ Где он Я не вижу АОФ Наверное Где то Он все таки Существует Мог бы Тыкнуть внизу На На синюю точку Но Скорее всего Это и есть АОФ Но Да Это был Висп Который Судя по всему Сейчас В АОФ Будет превращаться И вот Андетт С резаком С околитом Ой Аккуратно Теряем ДХ В смысле ДК Посылки были Конечно Для этого Раша Прекрасные Выдул Демонхантер Колодцы Убили Эльфу АОФ И в общем Андетт решил Что можно Борзеть Но вот собственно ДК не удержал Ну а теперь Под пандой То он легко Отобьется Думаю Что сейчас Уже не стоит Таким заниматься Андетт Нужно бежать В своей айси У Эльфа Тер 2 Естественно Готов Сейчас начнут Вылезать Первые Дриады Мишки С Реджиом Будут подходить Не Ну тут как бы По моему Жепровал Жепровал Но Гулея Гулея Калитт Штамповать Не Ну такого Дыха Ты уже Гулями Не заражишь Дорогой Мой Мертвоголовый Джентль Гнилой Ты человек А Бериады Медведи Там Ну Конечно Ему нужен Реджух В первую очередь Мишка С Реджуха Это очень важный момент Для эльфа Ой ДК 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 Но все равно Здесь конечно Ой Ой Там Панда С речами Соревновалась Кто Коу Кто быстрее Войска Вступили в бой Костянова Костянова Хардкорщика Металюгу Панда победила Как вы поняли Выкупается Уностоверная Уже Во второй раз И у Андеда На базе Очень много Битых гулей Которые постепенно Восстанавливают Здоровье Тут Дриада Ну В общем Суть в чем Эльф Сейчас должен Конечно Брить За счет Прокаченных Героев За счет Технологичных Юнитов Поскольку у Андеда Все еще Тир 1 И ему доступны Только гули Ну и финды Которые Здесь уже Не помогут Очень много Гулей Выбегают Аура Есть И пытаемся Окружить Неужели На обратном Господи Да Здесь может быть Немножечко Эльф Знаете Ой Прекрасно Почти Почти Окружает Став Есть вообще А став Нету Став Ааа Здесь эльф Конечно Заигрался Немного Довольно Опрометчиво Побежал Андеда добивать На базе Забыл Что УД Отводил Гулей И сохранял их В довольно Большом Количестве Минус Панда Но это Не должно Ничего Поменять Это не должно Ничего Поменять Потому что У эльфа Уже есть Резак Мы ждем Медведа Медведа Хотя бы Одного А ну как Медведа Как он выйдет Если колодцев Не было Ну сейчас Саплай пошел Нет не пошел Еще Саплай нужен Вот колодец На 40 лимита Доделается И будет вам Будет вам Медвед Ой ДК Заблудился Ой Как он получает Лилей Надо тролля Хиллера Срочно Выкупать Возможно Нужно было Это делать Гораздо Раньше И Хилл ДК Он получает Третий Левел Но я не знаю Я бы здесь Вторую ауру Качнул Если честно Потому что Все равно Кайлы Кидать в гулей Это В троллей Ты кайлы Не покидаешь Кайлы кидать в гулей Это не экономно Не И даже Посох Маны Выкачивание Маны Все равно Не должен Склонить В пользу Первого кайла Но не в кого Кидать этим кайлом Если честно Гульку Можно Откости Или захилить Землей В конце концов Потерять Ничего страшного А вот Вторая аура Даст гораздо Большую мобильность Андетская армия Выкачали Кстати Ману Из ДХ И Застрелили Арчу Видели кайлом Так Дирижбомбель Будем сэвить Андет продолжает Свою подробную деятельность И вот за счет того Что он эльфу Отлюбил колодцы Конечно Конечно Зомбоящер Немножечко Себе продлил Жизни И Добавил надежду На успешный исход Потому что Очень уж долго Не мог эльф лимит Построить Кстати Из дирижабля Упал резак Дирижабль Уже минус ДК 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 Он окружил себя гулями Он там Слишком высокая Слишком большая роскошь Бегать ДК И всей армией За одной грядкой Уничтожаем магазин И кажется Андет Вытаскивает Вы представляете Что такое Вот это Вот это игра Варкрафт Великолепно Еще там Подбайтил Демон хантера И убил его Великолепно Расконтролив Замувив ДК Своего Панда была Уже давно Минус Все Гибнет у эльфа Выходи И лалка Прекрасная Атака Не ну с наемниками Это было прекрасное Решение Отводил гулей Эльфа Знаете так Немножечко Усыпил Успокоил Раскрепостил Эльф такой Ну все Игра в кармане И тут К тебе приходит Пачка гулей Три Три наемника И ДК Третьего левела А у тебя Панда в алтаре И Демон хантер С одним резаком Из-за того что Не было просто Лимита Колодцы были Недостроены Выходит Панда Но это уже По моему ГГ Великолепная игра Ну как обычно У нас Самый стандартный Сюжетный твист В количестве Одна штука Произошел в игре И Андед проявил Завидное упорство Я Думал что он уже Успокоится на этом И будет Спокойно себе Развиваться Куда-то В какие-то Технологичные стороны А он такой Знаете парень Но все еще И еще не все закончено Подождите Подождите Друзья Рано Петь пенигирики Андеду Судя по всему Эльф Воскрес из мертвых И стал тоже немножечко Андедом Вот пришли два героя И будут сражаться Есть Монвелл Выдувает его Демон Хантер Начинает работать По тролям Минус два тролля Прекрасно Подрывник от Андеда Пытается взорвать мейн Андед переключается На альфийский мейн Виспо Встревает Чини 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 И он чинит Чинит Как никогда не чинил Панда дышит Гули падают Но кажется По динамике Должен упасть мейн Но Виспо Перечинивает Изо всех сил Ребята Работаем Работаем Не получается У Андеда Уничтожить Эльфийский мейн Остается ДК И один Лесоруб Ой С огромным Количеством гулей Вот там Дэд Конечно В чем ему нельзя Отказать Так это в контроле Кой как Эльф отковырялся Здесь У него два героя И снова Атака на мейн И снова Виспо Выходят На починку Панда Надо дыхнуть Есть ли мана на дыхание Там все такое Битое В ухнарь Снова улетает Дирижабль Там четыре гули Чудом выживших А Андеджи, я напоминаю, он не вкладывает Деньги в технологии, в развитие, в грейд Просто у него есть огромное количество Ингама на руках, которое он может Собственно Легко инвестировать в Капитализировать в Подрывников И гонят, гонят ДК Второй сюжетный твист За игру Да, мы забыли, что это Best Replace, друзья Тут так просто все не Не заканчивается Так просто все не развивается Итак, сюжетный твист номер 2 Андеджи с абсолютно выигранной ситуацией Не смог добить эльфа Он вышел один на один и осталось только пробить Поворотом, но не справился Покупает он уже из своей обсерватории Еще двоих Шахидов Правда, шахидами называют колитов в Варкрафте Ну, пускай это будут камикадзе Правда, камикадзе называют бэтрайдеров в Варкрафте Ну, пускай это будут Пускай это будут Пускай это будут Геи в Махачкале Это геи в Махачкале Бегут умирать Ииии Все-таки падает Падает эльфийский мейн Отплекан дэд эльфа Сражением внизу И эльф пишет Все-таки Доковырял с четвертого раза Андетт своего визави Прекрасная игра Оба игрока проявили Креатив, творчество Находчивость Затейники еще те Особенно Андетт В общем Благодарим их за Нескучное противостояние Ну и ждем субботу Когда выйдет основная серия Бэстри Плейс Еще раз благодаря Нашим саппортом Этот выпуск Вышел в среду С вами был Баневур Аспирант Сайт goodgame.ru У нас есть пары Вконтакте Напоминаю там Что там есть Много разных Интересных тем Там цитатник Из выпусков Быстри Плейс Есть список Самых щедрых Саппортов За всю историю Прямо сейчас Он на ваших экранах Ну еще у меня тоже Есть ютуб канал Скромненький Там варкрафта Сейчас немного меньше Но Зато Много другого Всего интересного Подписывайтесь Я тоже буду Рад вас видеть До новых встреч Пока